Всем привет, дорогие друзья! Сегодня на нашем канале распаковка посылки из Китая. Приехал к нам Wi-Fi Repeater. Ехал очень долго, почти 2 месяца. Приехал укрпочтой. Распакуем. Заказывали мы данный прибор без оригинальной упаковки. Также мы сегодня произведем быструю настроечку и посмотрим, как работает данное устройство в режиме как точки доступа, так и репитера. Но мы брали ее для того, чтобы использовать в качестве репитера, то есть расширение имеющегося сигнала Wi-Fi. Есть инструкции на английском языке. Все достаточно подробно расписано, как, что, где и куда. В комплектации у нас план кабель Ethernet для подключения устройства непосредственно и само устройство. Надеюсь, оно в целости и сохранности. Это у нас идет переходничок на нашу европейскую розетку и достаем сам репитер. Вот, как можете видеть, здесь у нас идет пленочка защитная, розетка, есть стикер с надписью МАК-кода, ПИН-кода из серединенного номера и адрес по умолчанию для входа в систему, для его настройки. Также есть кнопочка Reset и Landport. В черном цвете мы брали и здесь есть вот такая вот розетка. До щелчка задвигаем для того, чтобы разместить нас роутер либо так в розетку, либо отщелкиваем, либо же вот так. Немножко придавливаем и можно роутер разместить, как вам удобно будет данный устройств. Итак, сейчас перейдем к его настроечкам, посмотрим, как оно работает. Ссылка на данный товар будет в описании моего видео. Также можете заметить, есть кнопочка WPS для быстрого подключения устройств. Судя по отзывам, действительно очень хороший репитер, который достаточно хорошо расширяет имеющуюся зону покрытия в квартире, в доме и так далее. Действительно очень полезная вещь. Переходим к части второй, к его непосредственной настройке. Будем производить настройку именно в такой вот схеме, то есть у нас есть роутер, будет стоять репитер и репитер будет раздавать сигнал на другие устройства. Итак, ребятки, для того, чтобы попасть в данное меню, вам необходимо физически отключить ваше интернет-соединение от вашего роутера до компьютера и кабелем, который был в комплекте, подключить компьютер в системный блок либо ноутбук к вашему репитеру. После чего мы вводим юзернейм и пароль, это admin-admin. Другого языка здесь нет, только английский нам подходит. И заходим в нашу настройку. В данном меню мы можем посмотреть на все имеющиеся настройки, можем настроить наш роутер непосредственно как раздача интернета, соответственно прием и раздача интернета, либо же как репитер. То есть мы будем настраивать его в качестве репитера, подключаться к существующей домашней сети. Заходим в данный раздел, интуитивно все понятно, хоть и на английском языке. В данном меню система ищет доступные сети, находит вот наша, называется DIR615, мы отмечаем галочкой и подключаемся к нашей сети. Здесь вводим наш пароль доступу, который у нас прописан в нашем роутере и нажимаем применить. Все наши настройки сохранились, нажимаем cause, выходим назад. Для того, чтобы опять попасть на роутер для дальнейших настроек, надо ввести myrepeater.net. Опять же мы здесь прописываем наш админ, админ и заходим в нашу систему, как можем увидеть. В данный момент наш роутер работает в режиме репитера, то есть повторяет наш сигнал, который мы сейчас будем замерять. Зайдем в настроечки и посмотрим, здесь можно записать название нашей сети. Ну, оно автоматически прописалось slash ex. Выбрать канал, можно поставить автоматически сейчас. Тип защиты выбирается, оставляем так. Наш пароль, который у нас есть уже от нашей имеющейся Wi-Fi, здесь автоматически. Также можно настроить WPS с помощью пин-кода, либо же вернуться назад в наши настройки. Также, что у нас еще здесь есть? Статус, отображается наш тип подключения, настройки сети. Здесь можно обновить прошивочку на наше устройство, но мы обновлять не будем, будем так пока что проверять. Кстати, да, можно назвать просто эту сеть так же, как называется наша сеть, и она будет просто расширенной, так сказать. Так, вот здесь наш роутер в данный момент находится. Пока что будем тестировать, но уровень сигнала у него отличный. Итак, с помощью Wi-Fi анализа программки, которую мы скачали с Play Market, мы можем увидеть на нашу сеть DIR615 и DIR615 EX. В данный момент мы находимся прямо возле роутера и репитер, включенный возле роутера. У соседские Wi-Fi нам тоже мешают. На будущее, конечно же, нужно будет переместить с режима авто на вот 5, 6, 7 канал открытый, более-менее. Но сейчас мы возьмем и замерим уровень сигнала в противоположной части нашего дома. Переместились мы на кухню. Как можете видеть, у нас у соседей очень-очень-очень много сетей. Наш DIR615 EX сейчас на кухне и, как можете видеть, он имеет самый большой уровень сигнала. А наш стандартный роутер, вот как можете видеть, внизу-внизу, вон там совсем плохо сюда принимает. Также хочу заметить, что репитер можно настроить для того, чтобы у нас была одна сеть, а не две сети с помощью вот такого вот способа. Опять заходим в наш myrepeater.net. Через наше сетевое соединение, либо же по сетевому адресу выбираем нашу сеть. Здесь мы указываем имя сети, не дублированное, а ставим точно такое же имя, как у нас было, и прописываем наш пароль. В таком случае у нас будет одна сеть, DIR615, ну, либо как у вас там называется ваша сеть, которая будет работать по всему дому. Ну, так немножко удобнее, я думаю. Итак, всем спасибо за внимание, я старался. Всем пока-пока. Субтитры сделал DIR615, Субтитры сделал DIR615, Субтитры сделал DIR615, Субтитры сделал DIR615, Продолжение следует...